Здравствуйте! Встречаясь с вашими коллегами из разных областей медицины, практически все в один голос заявляют, что по разным направлениям хронические заболевания и вообще заболевания встречаются чаще, будь то онкология, будь то сердечно-сосудистые заболевания, кишечный тракт и так далее. Как в этом отношении выглядит стоматология, с одной стороны, и второй вопрос. Практически все говорят, что заболевания молодеют. Для стоматологии это тоже актуально? Да, это характерно и для стоматологии, что в кариесу, как говорится, все возрасты покорны, начиная чуть ли не с самого прорезывания зубов и заканчивая уже человеком, когда в почтенном возрасте, заболевание. Основное, которое встречается в стоматологии, по поводу которого обращаются наши пациенты, это кариес, его осложнение, пульпит, периодонтит, более грозное осложнение, периостит, флегмоны и так далее, все-таки подвержены буквально всем возрастам. Существуют определенные группы возрастов и определенные группы населения, когда это встречается наиболее часто. То есть получается, я прошу прощения, что я перебиваю, то есть получается то, что мы говорим, с одной стороны, вы говорите, да, в любом возрасте любые слои населения подвержены стоматологическим заболеваниям, но все-таки есть группы риска. И мы сейчас, я так понимаю, что в основном, наверное, будем говорить о кариесе, как о наиболее часто встречающихся заболеваниях. То есть группы риска есть? Группы риска есть, безусловно. В первую очередь это дети. Когда перед сменой молочного прикуса на постоянный прикус. Вот этот возраст наиболее характерно возникает, количество обращений к стоматологам резко возрастает. В юношеском возрасте, так называемый пубертатный период, когда гормоны играют, здесь тоже определенное количество пациентов возрастает. И плюс, конечно, такой процесс уже, так скажем, ближе к осеннему возрасту, когда тоже определенный спад гормонов, тоже количество пациентов возрастает в стоматологических клиниках. Вот этих возрастных групп. Опять же, есть ряд заболеваний, не связанных с зубами, когда специалисты говорят, вот там чаще болеют женщины определенного возраста, или наоборот, чаще болеют мужчины определенного возраста. Если мы говорим о стоматологии, здесь есть вот такое какое-то четкое разделение по гендерному признаку, или трудно как-то вот выделить? Нет, здесь такой четкой границы нет. Как мужчины, так и женщины, в общем-то, болеют одинаково. Хотя обращение кариеса и его осложнений все-таки больше характерны, в небольшой степени, для мужчин. Я так как раз думал, наоборот, женщины, потому что, ну, женщины, да, знаете, вот как-то больше следят за, все-таки кариес такое вот заметное. Женщины в этом плане более ответственны, и гигиена полости рта у женщин все-таки выше, и количество вредных привычек у женщин все-таки меньше. У мужчин все-таки, мужчины больше курят, это раз. Ну и второе, гигиена полости рта у мужчин, ну, несколько определенных, так скажем, социальных групп страдает. У женщин все-таки с этим немного получше. А тогда, смотрите, мы сейчас говорим с вами о кариесе. Мне все время казалось, что это так или иначе связано с недостаточной гигиеной. То есть человек, может быть, недостаточно следит за, там, не регулярно очистить зубы, да, и там, опять же, то, что мы с вами говорим, курение, да, там, злоупотребление кофе и чай, да, может быть, какие-то напитки, в том числе алкогольные. Вот причина, то есть если, или я ошибаюсь? Даже если тщательно соблюдать гигиену полости рта, прям тщательнейшим образом, все-таки может быть в основе лежать и генетическая предрасположенность. То бишь, если из поколения в поколение, ну, он не выделен, он не изучен, достоверных, как бы, научных данных нет, но мы просто смотрим, у нас зачастую проходят в нашей клинике, да, у любого стоматологи, целые поколения, целые семьи. Если кариес, множественный кариес или кариозная болезнь была подвержена дедушке, потом смотрим у родителей и у детей, тоже склонность к этому есть. То есть получается, опять же, прошу прощения, что я перебиваю, получается, что если ты знаешь, что у вас в семье, да, вот есть такие пациенты, есть люди, у которых есть такое заболевание, мы сейчас говорим о кариесе, то вот здесь есть смысл как-то чаще приходить. Усилить профилактику, наоборот, это не значит, что нужно сложить, что ли, лапки и надеяться, что… Ну что, вот природа, да, природа, да, на судьбу. Нет, наоборот, обращение к стоматологу может быть более часто, чем посимптомное, так скажем, вот где-то что-то заболело, я пошел. Нет, наоборот, с профилактической целью два раза в год это стабильно, нужно посещать стоматолога, да даже не только у тех, кто к этой болезни предрасположен, но для всех характерно, но просто у тех, у кого генетически это, вот, знают, что более старшее поколение такие подвержены кариесу, посещать стоматолога нужно более часто, потому что самому человеку обнаружить кариес на начальной стадии, стадии пятна, вырывает просто, ну, невозможно. А вот врач-стоматолог в кресле обязательно это найдет. Тогда вот смотрите, я в данном случае, наверное, буду говорить исключительно про себя, хотя я больше чем уверен, что таких, как я, есть достаточно много, много людей. Я безумно боюсь, там, врачей-стоматологов, это, я не знаю, это у меня и с детства, наверное, и пока что-то не заболит, ну, я знаю, много таких людей, которые к стоматологу не пойдут. По вашим ощущениям, мы, я имею в виду, мы, население, сейчас стали, как бы это правильно сказать, более тщательно, что ли, относиться к своему здоровью и, в частности, к зубам, много ли приходит пациентов, которые говорят, доктор, просто посмотрите, да, мне ничего не беспокоит, я просто хочу быть уверенным, что у меня все нормально. Таких пациентов становится больше? Таких пациентов становится все больше, больше и больше. И это замечательно, мы это только приветствуем. Почему? Потому что, во-первых, это большой плюс для пациента, то бишь, когда проблему удалось обнаружить и решить на самой начальной стадии, здесь много плюсов для самого пациента. Первое, это то, о чем вы сказали, я боюсь, это наиболее безболезненно. То есть, на сегодняшний день у стоматологов, у любых и у частных клиник, кабинетов, государственных поликлиник, большой ассортимент обезболивающих средств. И даже на начальном стадии, даже лечение банального кариеса, среднего кариеса, применяется обезболивание, и вопрос боли, как бы, уже решен на сегодняшний день в стоматологии. Ну, когда это на начальной стадии, это гораздо безболезненнее. Это раз. И второе, дешевле. Второй момент дешевле, потому что с учетом того, что если затягивается кариес, переходит в осложненную форму, заканчивается удалением зуба, а дальше переходит в протезирование. А протезирование в основном не покрывается программой госгарантии. Есть определенные льготы для ветеранов, но это небольшая группа ветеранов, которые это заслужили, и не все виды протезирования. В конце концов, это недешево. Тогда, смотрите, я сталкивался с такими мыслями не раз и среди своих знакомых, и тот же самый интернет, да, где, по-моему, все можно обсуждать, да, и найти советы на любой случай жизни. Но, тем не менее, я слышал такие фразы, что, а какой смысл, да, там, сильно следить за детскими зубами, молочными зубами, да, зачем, там, утруждать ребенка лишний раз, да, зачем его ограничивать в тех же конфетах, они все равно потом выпадут. Вот когда уже будут настоящие зубы, с которыми, да, ты пройдешь всю жизнь, вот тогда уже все это дело нужно начинать. Ну, нельзя с этим согласиться, да, не могу согласиться, и как профессионал, и вообще с логической точки зрения. Если у ребенка зуб подвержен кариесу, есть там кариозная болезнь, обязательно нужно лечить, потому что кариес перейдет в пульпит, в периодонтит, и на верхушке корня образуется гнойное воспаление. Во-первых, это отрицательно скальзывается локально, то есть может повредиться зачаток постоянного зуба. Уже априори мы закладываем... А, то есть, опять же, прошу прощения, что я перебиваю, получается, что зуб еще не появился, да, а он уже больной? Не прорежившись, да, он уже поражен, да, патологическим процессом. Это раз. Второе, закончится, ну, в конце концов, ребенок плачет, болит, заканчивается удалением молочного зуба. Но не тогда, когда природа запрограммировала, чтобы этот зуб выпал по естественным причинам при смене прикуса, а раньше. И в результате чего развиваются челюстные деформации, то есть неправильное прорезывание, скученность, разреженность и так далее. То есть это потенциальный пациент для врача-стоматолога-ортодонта, который лечение... Ну, хорошо, если застали как бы на начальной стадии, еще можно вылечить в рамках программы ОМС с пластинками. А если деформация такая, что не поддается лечению пластины, или лечением родители немного затянули, и перешел на следующую технологию, желающую технологию, брекет-системы. Брекет-системы, они не подпадают по программу госгарантий, и в государственных поликлиниках не могут быть вылечены бесплатно. Но здесь, опять же, мне кажется, есть смысл говорить. Если что, вы меня поправьте, если я не прав. Но да, зубы, может быть, конечно, молочные выпадут, вырастут новые, но десны-то остаются. Да, и они-то не меняются, и если здесь еще запустить, то будут проблемы. Это я обозначил только видимую часть айсберга. А невидимая часть айсберга – это вообще инфицирование организма. То есть мы не знаем, где выстрелит вот этот гнойный процесс у ребенка. Это могут быть почки, миндалины, клапаны сердца и так далее, и так далее. Это незаметно вот сейчас. А в конце концов, в подростковом возрасте или у ребенка даже при нелечении зубов может произойти что угодно. Да, я знаю, что у нас сейчас должна быть реклама, но все-таки, если позволите, еще одну реплику, и вы тогда меня поправьте, опять же, если я не прав. То есть получается, что могут быть какие-то осложнения или развиться какие-то болезни во внутренних органах, и мы даже не всегда можем их связать с зубами. Первая причина – это именно зубы и полость ротовая. Вы совершенно правы. Порой пациенты, приходя к общесоматическим врачам, педиатрам, говорят, откуда у меня, за что мне это? А вполне возможно, что эта причина был банальный зуб с осложненным кариесом. Лишний раз ты почистил зубы. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о стоматологии, мы сегодня говорим о профилактике стоматологических заболеваний. Сергей Александрович, ну вот в первой части, да, мне кажется, мы достаточно с вами подробно проговорили, для чего это нужно, я имею в виду профилактика, для чего нужно обращаться к специалистам, для чего нужно, как вы сказали, два раза в год, да, хотя бы раз в полгода приходить к стоматологу на профилактический осмотр. Ну, я надеюсь, что ничего не найдут. Правильно я понимаю, что самая главная профилактика – это все-таки правильно и вовремя чистить зубы? Да, совершенно правильно. Одних приходов к врачу-стоматологу, констатировать проблему, которая есть или нет, этого недостаточно. Конечно же, необходимо самому заниматься профилактикой. И профилактика, она бывает, ну, двух типов. Первичная, то есть первичная профилактика – это, в нашем понимании, здоровый образ жизни. Вот то, что, наверное, скажет любой врач, который часто в ваших курсе. Ну, подождите, вот смотрите, подождите, когда приходит там специалист по сердечно-сосудистой системе и говорит, что надо больше двигаться, да, там, соответственно, меньше курить, здесь я понимаю. Опять же, если мы сейчас будем говорить, вы будете говорить, надо меньше курить, а еще лучше вообще не курить, да, и надо больше двигаться, вот как это повлияет на зубы? То, что курить, курение сказывается отрицательно, на зубы и веснах, да, это тут общая платформа есть. Что касается в первичной профилактике кариеса, нормальное питание, взвешенное питание, то есть полноценное. То есть человек должен получать необходимое количество минералов, белка, витаминов и так далее. И питаться правильно, то есть вот сладкие продукты, продукты, которые с богатым содержанием углевода, они отрицательно сказываются на вот возможность возникновения кариозной болезни. То есть в детстве не обманывали, когда говорили, надо есть меньше конфет, это вот... Совершенно правильно. То есть это правильно? Это правильно, да. Тогда еще один момент, опять же, в качестве профилактики, разные специалисты говорят, да, надо меньше нервничать, соответственно, да, и больше двигаться. Я вот к этой стороне. Для зубов это тоже, ну, по крайней мере, меньше нервничать. Нервничать, да. Всегда полезно меньше нервничать. Меньше нервничать здесь связано с заболеваниями парадонта. Есть такое заболевание, помимо кариеса, которое к нам, это заболевание парадонта. Мы порой, вот, оно полиэтиологичное. И что такое полиэтиологичное? Это многопричинное, многофакторное. И одного фактора порой, ну, трудно достичь. Мы применяем все методики лечения, вот, боремся за каждый зуб. И вдруг наша пациентка выходит замуж. Куда уходит парадонтит? Или у человека... Рождается ребенок, положительные эмоции. Да, да, да. Или вдруг у человека какая-то жизненная проблема. Ну, там, увольнение, какие-то там проблемы, там, ну, не знаю, судебного характера, развод, там, или еще что-то. Ходит к нам, мы стараемся, все методы, которые только весь арсенал применяем, это когда проблема разрешается, вот, бытовая там, все, закончилась проблема. Смотришь, человек пошел на поправку. То есть, это вот, в частности, вот такую взаимосвязь при парадонтите, при парадонтозе, мы отметили. Поэтому нервничать, конечно, желательно не нервничать. Является профилактикой, наверное, для всех заболеваний. Насколько важно правильно подобрать зубную пасту? Насколько важно правильно подобрать зубную щетку? И нужно это делать, опять же, да, на чем нужно основываться? Та же самая реклама по телевизору, да, или там, в том же самом интернете? Или специалист здесь должен помочь? На сегодняшний день арсенал, ну, широкий. В любой магазин зайдешь, глаза разбегаются, количество паст, щеток и так далее. Ну, пасты делятся на два типа. Это гигиенические и лечебно-профилактические. И вот какую пасту подобрать, конечно же, поможет здесь врач-стоматолог на одном из вот тех приемов профилактических, которые приходят. Задайте этот вопрос. Доктор, а какой пастой мне чистить зубы? И в зависимости от того, каков статус, локальный статус зубочелесной системы, доктор скажет, достаточно гигиеническая. У вас все идеально, у вас все хорошо, у вас достаточно гигиеническая. Если кариозная, допустим, болезнь, доктор посоветует зубную пасту с содержанием фтора. Если заболевание десен, он посоветует пасту с содержанием всевозможных добавок растительного характера. Можно не удивляться, когда врач посоветует утром гигиеническую, а на ночь лечебно-профилактическую с содержанием фтора. И зубные пасты еще, это совет тех, кто еще не дошел до врача-стоматолога, желательно менять. То есть, да, больше 30. То есть, подождите, получается, купил тюбик, закончился, не покупай такой, даже если тебе все понравилось. Да, даже если она вкусная. Даже если она вкусная, купи другой тюбик. Да, лучше заменить тюбик. Почему? Потому что, так скажем, назовем их плохие микробы, патогенные микробы, они привыкают к тому антимикробному началу, который есть в этой пасте. Меняя пасту, берем другого производителя, там другое антимикробное начало, и они не успевают адаптироваться, вот патогенная флора, к замене пасты. Поэтому, посоветовавшись с врачом, какая группа паст, вот, допустим, пасты посоветовал врач с содержанием флора. Один месяц пользуемся одной, другой месяц другой, но тоже там с содержанием флора. Вот, кстати, по поводу флора, опять же, интернет, который советы дает налево и направо, флор, активное вещество, там, опять же, открываешь учебник химии, да, я тебе расскажу, что это яд на самом деле, а тут все советуют со флором. Стоит ли бояться? Да, как где-то мы слышали в каком-то фильме, мир определяется пропорциями. То есть, все яд, все лекарства. Если флор в больших количествах, это действительно яд. И у нас есть даже на территории Краснодарского края такой район или районы, ну, район один точно я знаю, в котором содержание флора в воде, в питьевой воде, выше нормы. И там мы видим другие поражения в твердых тканях зубов, такие, как называется флороз. Но это в меньшей степени. Вот, в частности, это характерно для Брюховецкого района нашего края. Вот, поэтому, вот, это вы совершенно правы. Увлекаться и пить там, заниматься самолечением, там, выискивать в интернете, как победить кариес не следует. Все-таки необходимо обратиться к специалисту, к стоматологу. А ополаскиватели? Для рта такая новомодная вещь, опять же, активно рекламируется. Я читал и видел разные мнения по этому поводу ваших специалистов. Ну, увлекаться ими нельзя. То есть, они действительно, первое-наперво, вот, ополаски в бытовом плане, вот, от обывателя можно услышать, что это позволяет убрать запах изо рта. Но, первое-наперво, как правило, причина не в этом. Причина в поражении зубов или иной раз бывает заболевание желудочно-кишечного тракта. Зубы могут быть нормальны, запах надо искать где-то дальше у врача-соматического гастроэнтеролога. Это раз. То есть, при помощи ополаскивателя запах не замаскируешь. Ну, освежить полость рта. Иногда мы назначаем при заболевании десен эти ополаскиватели. Здесь рекомендации точно такие же, как зубной пастой. Месяц можно попользоваться, сделать перерыв. Через месяц взять другую фирму. Попользоваться. Ну, это для себя, как для гигиенических процедур. Более, как бы, приятное, освежает полость рта и все. Ну, ни в коем случае не использовать это, как панацею. Да, вместо лечения зубов. Вместо зубной пасты и так далее. Да, да, да. И маскировочного средства каких-то проблем возникающих. Ну, запахом. Механическая такая, старорежимная, да, привычная зубная щетка или электрическая, которая сейчас в большом количестве разные фирмы, разные производители, разные формы, круглые и продольные и так далее, на ваш взгляд? Ну, это кто как привык. Кто как, кому, как говорится, на душу ложится. Значит, механические щетки, перво-наперво, месяц не больше. То есть нужно ее выбрасывать, если у кого-то она, ну, как бы, становится... Да, вот такая, совершенно правильно показали. Раньше, там, недели через три выбрасывать и менять. Второе, подобрать ее тоже нужно. Существует мягкая, средняя, жесткая. То есть тоже по состоянию зубочелюстной системы стоматолог поможет. Если у человека парадонтит, парадонтоз, кровоточат десны, здесь будет рекомендуем, как правило, мягкие щетки или средние. Если все замечательно, все хорошо, но образуется, допустим, зубной налет, зубной камень, ну, с деснами нормально, врач порекомендует жесткую зубную щетку. Тот же подход и к головкам электрических щеток. То есть электрическую щетку надо не забывать, что она тоже становится вот такой. Да, и менять. Ну, электрическая зубная щетка просто... Экономит время? Да, экономит время, немного эффективнее убирает, ну, и там можно запрограммировать. Молодежи нравятся, ради бога, лишь бы чистили. Ну, и совсем немного времени у нас остается до конца программы. Один вопрос, если можно, не очень длинный ответ. Насколько важно ухаживать не только за зубами и деснами? Язык, внутренняя часть щек и так далее? Да, безусловно. Особенно язык. На языке зачастую образуется налет, зависит от многих факторов, в том числе и внутренних. Существует, в аптеках продаются специальные скрепки. Да, да, да. Им не нужно их игнорировать, нужно покупать и точно так же утром в качестве гигиенического мероприятия этот зубной налет убирать. Если на щеках что-то образуется, какие-то белесы налет, нужно все-таки обратиться к стоматологу. Здесь можно пропустить лейкоплакию, а лейкоплакия ведет уже к предраку. Поэтому в качестве настороженности, если что-то на щеках образуется, лучше все-таки прийти посоветоваться со стоматологом. Ну, и совсем короткий вопрос. Зубочистки или зубная нить? Зубная нить, однозначно. А еще лучше зубной нити. Есть такая аппарат-иригатор полостирта. Вот, наверное, он дает такой импульс под давлением. Знаете, вот что машину моют более эффективно, типа Керхер, да? Вот примерно то же самое. Мы рекомендуем вот эти аппараты буквально применять после каждого приема пищи, потому что он позволяет остатки пищи в межзубных промежутках вычистить наиболее щадяще и эффективно. Спасибо большое, Сергей Александрович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорили о стоматологии, мы сегодня говорили о профилактике стоматологических заболеваний. Гостем нашей сегодняшней программы был главный врач Краевой клинической стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Каравашкин. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания и будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok